и снова здравствуйте уважаемые зрители нашего канала науч студии на фоне подорожания продуктов питания изготовим хлебобулочное изделие самостоятельно сейчас мы приготовим хлеб гораздо вкуснее и гораздо по более низкой цене все компоненты я сейчас приготовил вы их можете наблюдать здесь и рецепт хорошего хлебопекарного хлеба я вам сейчас расскажу я провел очень много испытаний по выявлению самого хорошего качественного хлебобулочного изделия виде хлеба итак начинаем нам понадобится 240 грамм дистиллированной воды вы можете использовать обычную кипяченую воду комнатной температуры выливаем далее понадобится сухое молоко здесь вот есть мерка сейчас мы и насыпем сухое молоко ну считается якобы это столовая ложка насыпаем используем обыкновенные дрожжи маленькую такую штучку насыпаем используем сахар обыкновенный 3 вот такие вот ложечки столовые 1 2 3 добавляем немного укропа совсем чуть-чуть для вкуса а теперь самое главное весь этот механизм нужно обязательно перемешать то есть должны перемешаться дрожжи и сухое молоко и сахар нужно это оставить буквально на пять минут растворяться и и только после этого мы добавляем муку заметьте 5 минут ждем берем муку пышка не знаю почему но на ней очень хороший хлебопекарный хлеб получается поэтому я беру его и довольно таки даже не рекламирую мне абсолютно все равно я пробовал разную муку но в общем мне это больше понравилось и значит насыпаем сюда ровно два стаканчика стаканчик с этой мукой где-то 100 грамм я проверял насыпаем эту муку специальную кружку может быть ее кто-то знает на нее нажимаешь вентилятор вращается и он ее просеивать я расскажу для чего это нужно сделать так первый высыпал теперь высыпаем второй делаю пошагово что потом не задавали вопрос что у кого не получается нажимаем на кнопку такой рычажок и она начинает просеиваться пока у вас все это просеивается у вас мука более мелкодисперсная становится и она насыщается кислородом ну вот и все просеялось все то же самое мы делаем два с таких стаканчика вот с такой мукой пшеничная цельнозерновая тоже два стаканчика то есть по 100 грамм первый стаканчик пошел второй стаканчик пошел ну и точно так же мы просеиваем я уже процесс показывать не буду пойдем дальше добавляем соль вот две маленькие такие штучки раз ее сверху добавляем и два сейчас я вам расскажу в чем фишка соль первого сорта обычная каменная не используйте соль всякую белую потому что там используются какие-то химические компоненты соль горькая это обычная соль каменная она более вкусная как хотите так и понимаете просто каменная обычная природная соль она гораздо вкуснее и получается на ней все гораздо вкуснее так перейдем к нашему составу пока я все компоненты здесь засыпал внизу продолжали растворяться дрожжи сухое молоко и сахар сверху я насыпал муку а соль я насыпал сверху пока все это еще растворяется теперь мы добавим обыкновенного масла подсолнечного необходимо добавить буквально необходимо добавить буквально 2 столовые ложки но кто как кто-то 2 кладет кто-то 4 я в данный момент положу всего 2 таких ложечки но считается что она якобы столовая мне неудобно держать телефон поэтому я налью просто банально из бутылки так как я примерно знаю сколько нужно наливать и где-нибудь сбоку наливаем масло все значит весь процесс заливки ингредиентов готов масло не убираем я вам сейчас покажу для чего она еще понадобится и ставим это все хлебопечку так поставили закрыли я здесь первую программу ставлю у меня здесь печка называется горение поэтому у меня для выпечки первая программа она рассчитана на три часа средние значения стоят 900 грамм выпечка просто нажимаем кнопку старт для того чтобы вам было видно как это все происходит я открою крышку процесс начался перемешивание я сейчас камеру установлю чтобы не томить ваше время процесс достаточно занимательный интересный как все это происходит нажимаем кнопку стоп через несколько минут я снова вернусь итак я вам говорил для чего нужно еще немножко масло просто для того чтобы со стенок скрести все что у вас есть чтобы получился такой некий колобок я совсем чуть-чуть масло добавил и получился такой колобок еще один такой момент я могу рассказать если у вас колобок вдруг не получился и у вас тесто находится в самом низу это означает что вы не нужно добавить муки должен получиться именно вот такой катающийся колобок если у вас тесто слишком сухое и печка не может его промешать значит вам нужно буквально пару столовых ложек воды нужно добавить кипяченых в общем должен вот такой вот красивый колобок получится видите сейчас он в масле и он сейчас со всех сторон и он соберет тесто которое иногда налипает ну вот и все значит печка примерно 10 минут мешает потом останавливается и через 30 минут можно засыпать какие-нибудь ингредиенты я буду добавлять непосредственно вот такой чеснок можно прям луковицу добавлять мелко нарезать значит замес пошел с чесноком я вам сейчас тоже все покажу и так чеснок я почистил и сейчас его мелко-мелко нужно накрошить и так чеснок я размельчил но на самом деле нужна чеснокодавка я слишком крупно здесь порезал но в любом случае этого уже достаточно лучше конечно использовать чеснокодавку у меня ее сейчас здесь нету и засыпаем все это непосредственно вот туда значит прошло 15 минут и у нас остановилось размешивать наш клубок колобок с тестом вот должен получиться именно колобок и все это дело мы засыпаем внутрь мне неудобно поэтому я ножчиком немножко его подцеплю вообще через полчаса должен прозвучать сигнал для засыпки каких-то ингредиентов но так как нет смысла ждать он будет еще 15 минут подождет и начнет его размешивать здесь все в автомате происходит и чуть было не забыл секретный ингредиент в данный момент это называется разрыхлитель высокое качество но на самом деле это обыкновенная сода если у вас такой штуки нет просто кладите обычную кондитерскую соду берем и кладем вот такую ложечку ну вот и все закрываем время у нас уже уменьшается видите 243 как только оно придет к нулю булка будет готова так по времени осталось час сорок пять давайте заглянем внутрь тесто начало подниматься тесто с чесноком полностью замесилось и чеснок оказался внутри теста вот значит осталось 50 минут хлеб поднялся но он еще будет подниматься в процессе испекания потому что температура внутрь центрального места теста не сразу добирается очень печка уже сейчас включила полную мощность свои 600 ватт кстати по ваттметру я измерял на испекание булки хлеба уходит 410 ватт при помощи вот такого ваттметра можно посчитать сколько это печка съедает за цикл 3 часа замешивание и испекание хлеба значит у меня здесь в этом устройстве стоит микроаккумулятор он изначально в заводе предустановлен и если мы нажмем на кнопку то мы можем предыдущие значения посмотреть сколько у нас затрачено киловатт часа то есть 410 ватт было затрачено на предыдущую булку осталась одна минута мы слышим звуковой сигнал пора хлебушек нам доставать вот что у нас получилось вот такой хлеб сейчас мы его достанем пора хлебушек начнем на что у нас получилось как минимум GREEN вот что мы имеем вот такую булку тут немного его разорвало но это чисто он поднимается таким образом поэтому так получилось но вот так вот сейчас мы его будем кушать немножко подостынет хлеб получился очень мягкий насыщенный самое главное сытный очень хорошие вкусовые качества вы четко знаете какие компоненты вы положили в этот хлеб спасибо за внимание что досмотрели это видео до конца тут я демонстрирую какие виды булок готовых у меня получилось это булка с маком каждый рецепт булок у меня абсолютно разный я тестировал очень очень много рецептов и пришел к одному из рецептов который мне очень очень понравился поэтому я его демонстрирую всем пока до новых встреч